Знакомьтесь, вотголд.ру. Это новые контейнеры с кучей золота и танками от 99 рублей. Уникальная сборка чертежей поможет заполучить желанного зверя себе в ангар совершенно бесплатно. Переходи по ссылке в описании и получи 20 рублей на счет. Вотголд. Гарантия золота в каждой коробке. Всем привет, дорогие друзья. С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы поговорить о довольно интересных всяких разнообразных акциях в нашей игре, которые должны вас действительно обрадовать. Акции весьма любопытные и при этом очень даже выгодные. Но для начала я хотел бы объявить победителя в прошлом видео. Это у нас Янов Юра. Спасибо ему за участие. Он выиграл золото. Опять-таки ты можешь абсолютно также выиграть голды. Для этого достаточно подписаться на канал, в комментарии указать ссылку на профиль ВКонтакте и игровой ник. В общем-то шанс выиграть есть абсолютно у каждого. Итак, ребята, в чем вообще заключается суть первой акции? Начнем с акции, которая проходит в самолетах. То есть, да, действительно придется играть в самолеты, если вы захотите получить некоторую халяву. А именно, нужно будет 7 дней подряд заходить и выполнять очень простые ЛБЗ, за которые вам в основном будут давать всякие самолетные не особо интересные плюшки. Но если вы выполните все 7 ЛБЗ подряд, то вам дадут так называемый лутбокс, собственно, в котором может быть премиумная авиатехника, которая вряд ли вам пригодится. А вот игровое золото, конечно, может вам понадобиться, потому что золото игровое, оно еще и доступно в танках. То есть, если вы нафармите золото, предположим, в самолетах, то вы сможете его использовать в танках. Сколько там золота, правда, не уточняется тут на сайте, но тем не менее. Также падают из этого лутбокса дни премиум аккаунта. Все остальное, ну, это для самолетов, а вот премиум аккаунт вполне может пригодиться. Единственное, что это дни премиум аккаунта обычные, то есть они начисляются вам тоже в танках, но это будет не танковый премиум аккаунт, а обычный старенький такой, ну, если вдруг вы его еще помните. На всякий случай, как бы вам говорю об этом, а вы уж сами думаете, ну, стоит оно того или нет. Дальше уже переходим к самим танкам, и тут у нас акция, ну, вернее, марафон на танк М-10 РБ-ФМ. Ну, собственно, если вдруг вы не выполняли этот марафон, ничего страшного, потому что, собственно, его можно за один день с легкостью выполнить. Действительно, сейчас будут открыты 6 июня все ЛБЗ, и вы без проблем их выполните, если захотите. При этом, если у вас есть историчная техника, то выполнение еще больше облегчается, хотя оно и так простое, можно на обычной технике выполнить. Ну, если у вас есть такие танки, как, например, М-10 Вазварин, М-18 Хеллкет, Артайм-12, М-4 Шерман, Б-1, Ахиллес, ну, и также всякие такие мелкие уровни, типа Панзеркомфвагон-3 Ауф-Джей, Панзеркомфвагон-2 Лукч и так далее. В общем, тут много танков, там Пантера, Тигр, много историчных танков, можете на сайте их найти. В любом случае, даже если у вас нет этих танков, ничего страшного, просто будете на неисторичной технике выполнять. Это чуть-чуть сложнее, но незначительно. В любом случае, вы получите, ну, такой вот экипаж, кстати, у него, по-моему, даже, ну, один перк, если я не ошибаюсь, но в любом случае, экипаж вам дадут для этого танка, он всего лишь премиумный танк 5 уровня, но тем не менее, также дадут всякие разнообразные плюшки, которые вам пригодятся, то есть там резервы всякие, там предбоевые инструкции, которые лишними, ну, уж точно не будут и добавят вам эффективности в бою. Поэтому, я думаю, что стоит выполнить, все это выполняется, я думаю, быстро, если вообще не выполняли, ну, ни одной лбазы не выполнили. Конечно, это затребует какое-то время, не могу сказать сколько, может быть, 4 часа, может быть, 5 часов, может быть, меньше гораздо, но в любом случае, вы получите все награды, просто 7 июня 9.00 акция уже эта продлится, и вы уже эти плюшки забрать не сможете, а тут вы можете за один день буквально получить целую кучу всякой разнообразной халявы, если, конечно, раньше не получили все это. Ну, и также ни в коем случае не забывайте про летний набор Эхо от Вич Прайм, который дает вам 3 премиум танка сразу бесплатно в аренду, а именно это Кинг Тигр, а также СТРВ, по-моему, С1 и, ко всему прочему, АМХ-1357, а также день премиум аккаунта и специальные ЛБЗ, которые дают опыт для экипажа Кинг Тигр. В общем-то, халява весьма неплохая. А с 10 июня завершится первый сезон ранговых боев 2019 года. 10 июня в час ночи, стоит отметить. И, собственно, если вы хотите достигнуть там наибольших каких-то результатов в ранговых боях, то сейчас стоит торопиться и играть побольше в них, иначе вы попросту уже, так скажем, вряд ли получите какие-то плюшки значительные. Я вот, например, к сожалению, не очень много играю сейчас, и ранги у меня проходят, хотя раньше я постоянно там все ранги пытался забрать, но как-то уже поднадоел, если честно. Также с 15 по 24 июня нас ждет 5 июньский эпизод линии фронта, в котором вы сможете получить ценные призы, и, наконец-таки, откроется новый танчик, который совершенно уникальный и, в принципе, неплохой по ТТХ, это имит 1951. Конечно, вы сможете приобрести его только в том случае, если нафармите достаточное количество очков доблести. В принципе, сделать это можно было уже, потому что, ну, хоть и довольно-таки сложно было играть все это время, но многие игроки играли и фармили эти очки, и теперь смогут приобрести как минимум один танк. Далее, что стоит отметить, акция Overlord начнется с 7 по 10 июня, будет 1,5 больше опыта для техники США от 4 уровня и выше, также 1,5 опыта для всей техники других уровней и ящики колы X5 и средний противоосколочный подбой. Одну штуку можно будет получить. А с 14 по 17 июня ждет акция Боевые выходные. За боевые задачи вы сможете получить опыт экипажа 1,5-20 тысяч боевого опыта, и малый ремкомплекты, 15 штук. Ну и в целом, конечно, более-менее все это неплохо. И, конечно, интересно, а что же нас будет ждать в конце июня? Ну, то есть, после 17 июня, когда закончатся вот эти вот, там, линии фронта и другие акции, знаете, что-то мне подсказывает, что уже совсем скоро вернутся в игру танковые гонки. Я вот не знаю, вернутся они в июне или в июле или в августе. Но точно они будут летом, хотя, конечно, период я такой времени большой отметил. Но, тем не менее, я думаю, стоит ждать танковые гонки, они скоро вернутся. Конечно же, я думаю, уже совсем скоро выйдет патч 1,5-1. Может быть, даже до линии фронта успеют его добавить в игру. И, естественно, я думаю, что там будут некоторые такие полезные плюшки, которые, в принципе, уже сейчас известны. Например, появится новая возможность прокачивать экипаж, покупать специальный такой расходник в ангаре за 2 миллиона серебра, который будет прокачивать экипаж. То есть, единовременно нажимаешь, и он сразу автоматически там добавляет какое-то количество опыта. Некоторые ценные такие расходники нельзя будет купить. Их можно будет только нафармить в специальных ивентах. В любом случае, данная, в общем-то, плюшка еще будет падать из-за довольствия. И я вот, ну, вот пока играл, особенно когда черный рынок был, очень много играл. И смотрел вообще, насколько, ну, это круто, когда тебе падает довольствие. Насколько это выгодно. И лично я сделал выводы, что вот именно дни прямым аккаунта мне очень редко падали. По-моему, вообще не падали. Не знаю, там шанс очень маленький, похоже, выставлен. Но вот как раз из-за довольствия будут падать эти обучающие материалы временные, ну, вернее, одноразовые такие резервы, которые дают опыт для экипажа. Так что, ну, ВГ как бы нас подталкивает, чтобы мы побольше в танчики играли. И, ну, действительно, довольствие, ну, некоторую пользу приносит. То есть, из них падают там вот эти вот резервы всякие, боновые расходники, иногда даже оборудование. В общем, в принципе, если играть часто, то это немножечко может подсластить, можно сказать, пилюлю от сливов и бешеного, неадекватного рандома. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Желаю вам удачи. Пока.